Всем привет! Произошло то, чего зрители по всему миру ждали на протяжении 13 лет. Фильм Аватар 2 Путь Воды наконец-то был показан на больших экранах. Что же, нужно сказать, что пока что впечатление от сиквела просто невероятное, а отзывы исключительно восторженные. Визуальный шедевр, умопомрачительный, никогда не сомневайтесь в Джеймсе Кэмероне, вот только малая часть тех эпитетов, которыми наделяет сейчас новинку. Что же, сегодня мы, разумеется, без спойлеров поговорим о том, какое первое впечатление производит Путь Воды, а также о том, сможет ли этот фильм, помимо ошеловляющего эффекта, собрать такую необходимую кассу, почему многие еще до выхода пророчили второму Аватару кассовый провал, будут ли новые сиквелы, получит ли вторая часть Оскар и многое-многое другое. Это будет интересно, так что смотрите до конца. Итак, давайте немного напряжем нашу память. Еще в 2010 году, через год после выхода оригинального Аватара, 20-й век Фокс заявили, что будет два продолжения этой франшизы, и что первая из них выйдет в декабре 2014. После этого сейчас, конечно, хочется громко смеяться, ведь вместо 2014 года мы увидели вторую часть под названием Путь Воды лишь 8 лет спустя, аж в конце 2022. Что же, теперь увидев наконец-то второй Аватар, зрители уверены, что это того стоило. Ну а прежде чем перейти к конкретике, давайте все-таки поймем, почему все так затянулось. Дело в том, что Джеймс Кэмерон отказался от первоначальной версии сиквела, которая была у него в разработке после выхода первого фильма в 2009 году, плюс режиссер также хотел писать не одно, а сразу 4 продолжения. И что еще более невероятно, снимать их тоже одновременно. Что, конечно же, заняло годы лишь на создание сценариев, не говоря уже о подготовке и старте съемок. Кстати, еще поэтому невероятно важно, чтобы Путь Воды заработал хотя бы 2 миллиарда долларов в прокате, ведь иначе невероятно дорогое производство оставшихся трех частей окажется просто нерентабельным, но об этом позже. Пока же давайте поговорим о самом интересном, мировой премьере второго «Аватара». Итак, после 13 лет ожидания, «Аватар. Путь Воды» Джеймса Кэмерона наконец-то был представлен представителем прессы на мировой премьере фильма в Лондоне. Первые реакции на кино в подавляющем большинстве положительные, и многие журналисты снова поражены безграничным воображением Кэмерона и потрясающими визуальными эффектами. Причем, что наиболее интересно, второй «Аватар» еще масштабнее, чем его предшественник. Рад сообщить, что «Аватар. Путь Воды» феноменален, написал Эрик Дэвис из «Фанданго». Фильм крупнее, лучше и эмоциональнее, чем первый «Аватар». Визуально захватывающий, интригующий и невероятно увлекательный. История, зрелище, одухотворенность, красота – это кино и повествование во всей красе. Что в целом и неудивительно, все-таки мы еще задолго до премьеры видели по трейлерам, что Кэмерон существенно усовершенствовал визуальную составляющую своего нового творения по сравнению, скажем, с 2009 годом, в том числе и технологию захвата движения, которую адаптировали для съемок под водой. Ведь существенная часть второго фильма – это именно подводное действие, и актеры долго тренировались с инструкторами по подводному плаванию, для того, чтобы иметь возможность на самом деле снимать все непосредственно в водной стихии. Конечно, результат того стоил. К примеру, ведущий Happy Set Confused Джош Горовиц в восторге. Джеймс Кэмерон еще раз показывает кинематографистам, как это делается. Я говорил это тысячу раз, никогда не сомневайтесь в нем. «Аватар. Путь воды» – это то, как нужно снимать эпические блокбастеры. Эмоциональный, интуитивный и настолько масштабный, насколько это вообще возможно в кино. Ну то есть, видимо, первенство студии Marvel на создание самых эпичных блокбастеров на планете опять будет оспорено и небезосновательно. Хотя, к слову, сам Джеймс Кэмерон уже попросил не сравнивать его путь воды с фильмами студии. Режиссер считает, что все подобные сравнения не имеют смысла. На рынке царит скептицизм в духе «О, разве это когда-нибудь оказывало какое-то реальное культурное влияние? Кто-нибудь вообще может вспомнить именно персонажей?» «Когда вы добиваетесь экстраординарного успеха, вам необходимо вернуться с продолжением в течение следующих трех лет. Именно так работает индустрия. Вы возвращаетесь к колодцу и со временем создаете это самое культурное воздействие. Но у Marvel было более 20 фильмов, чтобы создать вселенную с перекрестным опылением персонажей. Так что это неуместный аргумент. Посмотрим, что будет после данного фильма», – прокомментировал Джеймс Кэмерон ситуацию вокруг своего аватара. «Таким образом, отвечая всем скептикам, уверенным, что режиссер слишком затянул с выходом продолжение, и добиться первоначального оглушительного успеха ему уже более не удастся, хотя с этими самыми скептиками не согласны те, кто уже посмотрел новинку. «Я надеялась, что Джеймс Кэмерон поднимет планку эффектов, но эти визуальные эффекты просто умопомрачительны», – написала Пэри Немиров из Collider. «Один потрясающий кадр за другим». А что еще интересно, даже до того, как новый аватар был показан для пресса, он получил восторженную первую реакцию, никого иного, как самого Гильермо Дель Торо. Обладатель Оскара написал в Твиттере, что продолжение аватара – это ошеломляющее достижение, добавив «это битком, набитые величественными перспективами и эмоциями эпического-эпического масштаба кадры. Мастер на пике своего могущества». А это, скажу я вам, уже не просто в восторге представителей прессы, это оценка коллег по жанру и в том числе конкурентов. Такое дорогого стоит. Кстати говоря, вопрос, который многих интересовал – продолжительность Аватара 2. И знаете, финальный монтаж, который, кстати, если кто не в курсе, не был окончательно завершен еще даже полтора месяца назад? Так вот, финальный монтаж слегка удивил, ведь все, в том числе и сам Кэмерон, говорили еще недавно, что «Путь воды» – это самый длинный фильм в фильмографии режиссера, что он длится никак не меньше трех с половиной часов. Но на самом деле оказалось, что нет, и «Аватар. Путь воды» в окончательном варианте имеет хронометраж 3 часа 12 минут, что даже на 3 минуты меньше, чем «Титаник» Кэмерона, который длится 3.15. Так что, видимо, в итоге режиссер все-таки прислушался к мнению многих аналитиков, которые говорили, что хронометраж в 3.5 часа или даже более, как планировалось изначально, это слишком большой перегруз для зрителя. А почему старина Кэмерон в итоге все-таки решил пойти на поводу у публики, если на протяжении всей своей карьеры он то и дело демонстрировал, что правило создает именно он? А здесь все просто, ведь дело в том, что вопрос денег сейчас стоит, как никогда, остро для «Аватара 2», и от этого зависит в целом будущее данной франшизы. Все дело в том, что кроме невероятного масштаба фильма «Путь воды», это еще и невероятные расходы. И вот теперь всех интересует один единственный вопрос, сможет ли этот фильм окупиться, заработать и хоть отчасти приблизиться к ошеломляющим сборам первого фильма. Причем тут тренд задал сам Джеймс Кэмерон, который шокировал недавно аудиторию своими заявлениями, мол, без колоссальных сборов сиквела он будет готов свернуть все кинопроизводство следующих частей. А напомню, что оно уже в той или иной мере идет, ведь Кэмерон снимает все сиквелы одновременно, еще одно мега амбициозное ноу-хау режиссера. То есть в эти фильмы уже вложены десятки, а может быть и сотни миллионов долларов, не считая бюджета конкретно «Аватара Путь воды», и вот теперь мы узнаем такое. Напомню в двух словах, что Джеймс Кэмерон рассказал о том, что ему необходимы сборы хотя бы, внимание, в 2 миллиарда долларов, чтобы решить идти дальше. В противном случае максимум, на что можно надеяться, это третий завершающий «Аватар», а уже о четвертом или пятом речи быть не может. Причем тут, к сожалению, пока что прогнозы аналитиков не самые радужные, и если, например, ранее сообщалось, что вторая часть должна заработать примерно 175 миллионов долларов на домашнем рынке в первые выходные, уже сейчас прогнозируют, что данная цифра не превысит 150 миллионов, что, конечно, огромная сумма, но не для Кэмерона и его «Аватара» с бюджетом на производство и маркетинг под полмиллиарда зеленых. Так что пока не факт, что франшиза «Аватар» по неволе не превратится в трилогию, правда, при этом не стоит забывать, что у Кэмерона и его фильма есть грандиозный козырь, которого не было ни у «Нет пути домой», ни у «Ваканды навеки», и этот козырь называется «Китай». Да, ведь в отличие от последних блокбастеров «Марвел», второй «Аватар» одобрили для показа на местном кинорынке, который поражает своими размерами и масштабом, и который может с лихвой покрыть все недособранные деньги, скажем, в США или Канаде. Кстати говоря, в 2009 году все было именно так. Международные сборы просто в разы превысили уровень, показанный в Северной Америке, обеспечив потрясающие результаты в почти 3 миллиарда зеленых. Да, ну а еще вопрос, раз «Путь воды» настолько невероятное кино, что насчет «Оскаров» может ли этот фильм хоть отчасти повторить успех предшественника, ставшего чуть ли не самым титулованным лауреатом кинопремии за всю историю. Что же, с учетом того, что, например, «Оскары» первая часть получила именно за визуальную составляющую, многие уверены, что «Путь воды» сможет как минимум повторить этот успех, а может и превзойти своего предшественника. Ведь уже понятно, что с визуальной точки зрения сиквел на голову выше фильма 2009 года. Правда, справедливости ради и требования сейчас тоже уже другие. Так что, как видите, пока что для «Аватара 2» все выглядит многообещающе. Главное, чтобы это кино о Джеке Сайле, который уже успел обзавестись семьей, а также о новом нашествии агрессивных землян, смогло принести необходимую для продолжения кассу. Кстати говоря, еще один из отзывов утверждает, что вторая часть куда более драматическая и серьезная, чем первый фильм, что помимо невероятного экшена, тут много моментов, когда на глаза наворачиваются слезы, а зрителя на этот раз заставят куда более остро сопереживать главным героем. Так что, видимо, Джеймс Кэмерон поднял ставки максимально высоко абсолютно во всем. Что же, до выхода «Аватара 2» на все мировые экраны осталось немного, так что, кто не хочет пропустить обзор и разбор уже непосредственно самого фильма, подписывайтесь прямо сейчас на канал и жмите на колокольчик. Также, кому интересно узнать о кинолюбовниках, которые на самом деле за кадром враждовали, жмите сюда. А кто хочет увидеть, на что пошла Джена Артега ради роли Уэнсдэй, жмите вот сюда. На этом на сегодня все, спасибо всем за просмотр и всем пока!